Привет всем любителям пошаговых глобальных стратегий, особенно стратегическим жевжекам. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет. Возвращение в древний мир, Old World. Про настройки карты чуть позже. Напоминаю, что все серии спонсоры канала видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку в это сложное время. Ну и отмечу, что Old World для меня, по-моему, самая интересная сейчас глобальная пошаговая стратегия. Каждый раз прошу обратить на неё внимание и давайте начинать. Итак, из важного. Будем играть за Египет, потому что я хочу попробовать через чудеса поиграть. У Египта на это есть бонусы, у них вначале много камней и вообще у них местоположение будет с камнем очень неплохое. И второе самое важное. Играем на готовой карте древний мир. Это будет именно вот это Средиземноморье. То есть Египет появится на Ниле, Карфаген там где-то западнее будет, Рим на Пенинском полуострове. Короче, вот все вот эти цивилизации древнего мира будут на своих местах. И, по-моему, это будет очень интересно вот внутри проиграть. Я к тому это рассказываю, что вы можете те же самые настройки поставить. То есть мне не нужно вам зерно карты говорить. Вот готовая карта Old World, она у вас будет та же самая, если кто-то вместе со мной проходить будет. Соперников всех максимально ставим. Уровень сложности последний, великий. Сила племенной агрессии обычная поставим. И у ИИ нету преимущества. Это означает, что у него не будет сразу там дофига городов, сразу дофига юнитов. То есть просто вот стартовые условия абсолютно одинаковые. Но уровень сложности для себя мы поставим великий. И еще, как я считаю, интереснее играть со случайным архетипом лидера. Потому что вначале обычно там есть лидеры, которые вам даются. Но, по-моему, Египет начинает с Хадшипсута, если мне не изменяет память. Интереснее все-таки... Так, что-то я на готовый переключил внезапно. Случайный. Интереснее начинать со случайным лидером. Все остальные настройки абсолютно случайные. Вот сейчас я медленно промотаю, чтобы, если вы хотите параллельно со мной проходить, чтобы вы тоже могли это сделать. Покажу уровень сложности. Просто еще, чтобы вы имели в виду, могут варвары вторгаться из далеких земель. То есть на границах... Почему это надо включить? Потому что Египет на этой карте находится в довольно хорошем положении. У него вот этот Нил будет, вы увидите, дальше он так вот огорожен, как будто это конец карты. И довольно просто отбиваться будет. Поэтому надо грабителей, чтобы они вторгались из далеких земель, чтобы было тяжело. Ну, цивиков, военных очков и приказов меньше. И всех остальных ресурсов вообще практически не будет. Ну, и науки и приказов в ход меньше всего. Давайте начинать. Ну, что ж, мне выпала царица Семат-основательница. Она у нас строитель. Кстати, неплохо для начала. Строители могут в качестве лидера, рабочие могут обрабатывать клетки сразу несколько, а все города рабочих производят на 50% быстрее. То есть, для старта, по-моему, очень неплохо. Так что, в принципе, чтобы, наверное, параллельно со мной было одинаково со мной, вы можете поставить не случайного лидера, а строителя как раз, чтобы начать одинаково. Ну, и давайте заложим нашу столицу. Напоминаю, горячие клавиши используйте, чтобы можно было посмотреть. Вот видите, тут очень много гор. Это означает, что мы можем довольно много камня добывать. И изначально... Подожди, у нас изначально должен быть... Наверное, мне надо основать столицу сначала. Так, кто у нас будет основать? Я бы, честно говоря, начал с земледельцев, наверное. Потому что я вижу, тут есть несколько ресурсов на земледелие. И сельские специалисты будут быстрее строиться. 20 денег в ход за сельскохозяйственный ресурс, к тому же. И можно покупать клетки. Вот у нас еще есть священники. У них важная способность, что можно строить городские улучшения на песке. Как вы понимаете, Египет окружен пустыней. Но вот этот город конкретно, видите, тут нету практически пустыни. Так что, ну, священников тоже надо будет поставить. И вот вопрос будет только в третьем. Всадников или мудрецов делать? Ну, начиная с земледельцев, в любом случае. Начинаем с земледельцев. Что будем открывать? Казначейство, светильник. Наверное, прачника давайте. Ну и лагерь, тем более. Нам тут, по-моему, где-то... Вот верблюды, по-моему, требуют лагерь. И козы пастбища. Так. Да, видите, дали нам 400 камня. Это именно способность Египта. Им сразу много камня дают. И это к тому, что можно будет попытаться чудо какое-нибудь построить. Давайте свою рожу уберу. Какие у нас там первые чудеса доступные? Понятно, что сейчас минус идет. Мы сейчас его не построим. Тем более, тут 600 требуется. Или вот 200 монет. Но... Доступный Зикурат. Оракул. Висячие сады. Вот пока три чуда на культуре примитивно. У нас примитивная культура здесь. Два очка победы. Это все дают чудеса. Стоимость улучшения дешевле от Зикурата. И 20 цивиков ход дает. Оракул. Бесплатная агентурная сеть во всех священных городах. Ну, вот это, кстати, такое. Висячие сады. Все города плюс 20% к росту. Мне кажется, либо Зикурат, либо висячие сады надо строить. Так. Давайте скаутом. Вон у нас есть руинка. Но я бы... Так. Вот место под город. Понятно, что мы с поселенца начинаем. Вот видите? Вот уже конец карты как бы. И тут снизу уже конец карты. Вот это вот черным подсвечено. И тут место под город. Надо быстро эти города ставить, конечно же, сразу. Ну, пошли на руинку заберем. Что там? Скрытые сокровища. Глубоко среди развалин наши разведчики нашли тайник с драгоценными камнями. Их заданием было изучить окрестную местность. Стоит ли им переключиться на поиски драгоценностей? Сохранить драгоценности, но продолжить изучение земель не помешало бы найти еще драгоценных камней для Ка. Нет, наверное, я возьму все-таки просто деньги. Потому что я хочу сто вот этих приказов потратить на генерала. Чтобы добавить сюда генерал, ну, нашу правительницу. Хотя, может, ее как в город. Наместником. Так, будучи лидером. Подожди, если ее просто лидером в город добавить, то что она делает? Ну, вообще, тут у нас есть другие губернаторы. Просто время строительства улучшения на один ход уменьшается, если она губернатор в городе. Лучше ее генералом пока сделать. Так, начнем. Что мы сначала? Давайте, наверное, все-таки ферму здесь. Причем у нас нету дерева, поэтому мы дерево сразу покупаем. На Alt нажимаем, чтобы... Вот 80 монет стоит. Сначала ферму, потом, наверное, вот здесь... Так, значит, одним ходом подойдем и одним ходом добавим генерала. Потом, следующим ходом, надо будет сюда губера, наверное, назначить, я думаю. Надо с фаруерами сразу разбираться, иначе они очень расплодятся там. Так, давайте сразу губернатора. Любитель природы что делает? Может использовать ускорение производства для проектов, специалистов за деньги. Лесопилки и пастбищу плюс 50%. Проблема в том, что ни лесопилку, ни пастбищу, ни только... Ну, лесопилок тут просто негде будет строить. Так, ладно, а этот... Ну, этот 9 десятых циликов дает. Я бы, наверное, его все-таки присоединил. Возможно, мы пастбища откроем и построим когда-нибудь. Так, давайте скаутом... Нет, давайте сначала... Нет, вообще скаутом. Подождите, у нас 4 приказа. Надо сначала открыть территорию, куда юнитам-то подходить. Так, теперь подходим к варварам. Надо этих варваров убить. Пока все по минусам, но... Зато денежки есть. Так, предложение о браке поступило. Этот у нас наместник у Ассети. Этот у нас никто, но он какой-то... Может пока, блин, он уже от семьи минус 20 будет. Давайте, наверное, этого наместника возьмем. Вроде ничего такое. В... В мужья. Так. Подходим и атакуем. Скаутом надо собирать... Ресы, я думаю. Так, у нас какое-то еще событие. А я не выбрал. Олигарх. Самитих, любитель природы. Все, выбрал. Так, сначала, наверное, лаванд. Благовоние соберем, потому что она увеличивает культуру. В город. И потом козочек соберем. Хотя, еда у нас, в принципе, сейчас мы ферму достроим. У нас еда будет в плюсе. Ауч. Больно бьет. Так, есть ферма. Еда в плюс пошла. И, соответственно, рост. Давайте теперь добычу железа. Опять дерево надо. Да, 20... А у нас есть 20 дерева откуда-то, кстати. Хм. Интересно, откуда. Так, тут соберем, наверное, овечек. И... Сейчас следующим ходом фарвар появится. Но нам надо, конечно, сначала будет убить здесь, чтобы они больше не... не... не спамились. Так, место под город. Место под город. Ну, давайте, наверное, мрамор соберем. По-моему, тоже культуру дает. Не, камень просто. Сейчас появится, по идее. Да, вон он. Но мы сначала этого добиваем. Собираем мрамор. Собираем мрамор. Поселенец, один ход. Пока может дальше не идти. Скаутом я имею ввиду. Давайте вот тут все откроем. Можно, кстати, и это собрать. Пшеничку. Хотя у нас еды дофига. Да не, не помешает. Чего не собрать? Если есть приказы, то будем собирать. Ауч. Слушайте, а может мне сюда сразу везти город ставить? Вот я сейчас займу эту территорию. 50 камня, кстати, получил за уничтожение. Слушайте, мне кажется, надо сюда сразу идти ставить. То есть тут же вот они не заняты, да? Да, понимаете? А там будут появляться варвары. Постоянно. И оттуда будут переть варвары. Вот это вот важно стратегическое место. Вопрос только, конечно... Ну, там, наверное, этих всадников все-таки будем основывать. Да, я считаю, что надо идти сюда первым делом. Раз мы уже освободили. Я бы, наверное, продолжил... А, нету еды на поселенцев. Так. Тогда фермера давайте как раз. Три хода. И эта семья на 50% быстрее этих специалистов делает. А я решил не собирать еду, честно говоря. Хотя три хода, трижды семь. Блин. У меня еще не будет 100 еды, да? Для поселенцев. Трижды семь, 21. То есть у нас 90. Короче, надо собрать все-таки еду здесь. Зря потерял ходы сейчас. Персы основали иудаизм. На рынках у Осета ажиотаж. Купцы из далекой страны под названием Персия стали продавать амулеты и облачения с иудейским символом звезды Давида. Спрос на них такой огромный, что скоро Египет будет заполнен символикой иудаизма. Что будем делать? Ну, я бы запретил. Нафиг мне культура. Запретим торговать. Так. Слушайте, ну вроде не должны убить меня. Меч. Я просто хочу вот на том месте, где у меня стоит... этот... поставить город. Поселенцев тут не захватывают, если они без защиты. Им наносят урон. И тогда город с небольшим уроном будет. Ну, не знаю, мне кажется, он не будет сейчас атаковать поселенцу. Скорее, мечника проатакую. Сейчас посмотрим, конечно. Да. О, выжил, слава богу. В ваши земли из далеких ассирийских земель прибыл известный странник и поборник веры, да еще и представитель знатного рода. Он предстает перед вами в цепях. Был схвачен за то, что пугал народ пророческими видениями, несполстанными, как он утверждает, высшими силами его религии и зороастризма. Двор смотрит на незнакомца с опаской и любопытством, ожидая вашего решения. Рассказать о зороастризме. Вернуть его в Ассирию с дарами для чуженных. Давайте в плен возьмем. Фиг ли. Так, все, ставим сюда город всадников. Что у них? Плюс два военных очка. Вход, как-то муштра, она переводится. Муштры, вход. Города всегда имеют статус соединено. Новый юнит кавалерия начинает с прирожденным всадником. Семейная резиденция может произойти юнитов, для которых требуется лошади, верблюды. Кстати, прикольно. И за основанную резиденцию разведчика еще одного получаем. Ну, короче, я хочу точно ремесидов-всадников. Катерин, известный как Семат-поселенка. Видите, сколько там? Так, Синайскую пустыню. Ну, так и назовем, наверное. Сколько там варваров оттуда будет переться. Так, лечим. Чтобы этого убить. Ну, он сейчас будет категород атаковать. Так, тут делаем... Блин, рабочий... Ну, давайте рабочего, да. Фермера добиваем и начнем еще раз поселенца тут. Так, что нам дальше тут строить? Что по чудесам? У нас не хватает ци. Я бы, конечно... Блин, великие висячие сады просто камень. Ну, придется зекурат строить 100%, но для него, значит, камень нужен сначала. Ну, что, каменную эту делать? Засушливый, равнина, пустырь. А тут мы можем? Я бы, наверное, тут каменолом не начал. О, 20 железа. Я еще не... Блин. Давайте, наверное, 15 пока соберем железо и тогда начнем строить. Так, и тут у нас разведчик стоит. Приказов уже мало, да? Уже мало приказов. Мне вот интересно, эти сейчас попросят ко мне? Не, вроде там стоят. Так, образование нации. Пока на улицах людям оглашают новые законы, во дворце празднуют. Гулка, откашлившись, слово берет придворный ученый. Цивилизация не статична. Это постоянно развивающаяся структура, основанная на решениях людей ее составляющих. Законы, принятые сегодня, это лишь набросок будущей картины Египта. Слава царице Семат Поселенке. Оглядываясь на пройденный путь, вы чувствуете приток новых идей. Какой вы увидите эту молодую нацию в будущем? Короче, амбицию мы выбираем. Повысить юниты пять раз. Зачистить три стоянки племени. Открыть шесть технологий. Блин, ну вот, видите, мы уже одну зачистили, а тут всего две стоянки. Вряд ли мы третью пойдем. То есть, вот это, наверное, вряд ли. Вопрос, повысить юниты пять раз, либо открыть шесть технологий. Я бы, наверное, взял повысить юниты пять раз. Просто юниты можно повышать и за муштру просто, не воюя даже. Давайте, наверное, повысить юниты пять раз. Я точно буду воевать прилично. Так, теперь каменоломню. Покупаем железо за 20 монет. Соль соберем. Так, тут устроим посело. И этим скаутом... Даже не знаю. Пойдемте, наверное, в эту пустыню. Посмотрим, что там. Надо Карфаген, наверное, найти, мне кажется. Ну, то есть... Смотрите, насколько он далеко. Тут явно будут варварские стоянки всякие. Ваш муж хорошо показал себя в базовой оружейной подготовке. Стоит ли привлечь профессионального военного для дальнейшего обучения царя-консорта боевым навыкам? Ну, думаю, да. 240 монет. Денег-то у нас дофига. Капает. Плюс две отваги. То есть это муштра еще будет капать. Отлично. Так, давайте, пока мы тут город не поставили, соберем, наверное, пшеницу. Соберем коспо. Вот ресурсы, которые уже в ваших границах, их собирать невозможно. Так, убиваем эту фигню. Надо будет отремонтировать, конечно, город потом. Потому что вот эти... То, что он раненый, добавляет, видите, плюс два к несчастью за то, что он поврежден. Народ пустыни. Пустыни впадина Катара необъятна и жестокий. Все же для кого-то это родной дом. Разведчики докладывают о встрече с племенем суровых, но дружелюбных кочевников. Бороздящих эти пески от оазиса к оазису. Мы предложили им дары из Египта. И в ответ можем выбрать что-то для себя. Металлы, культуру. Ну, вот эти приказы это на один ход. Поэтому я бы металлы взял. То есть у нас сейчас было бы шесть приказов всего лишь на один ход, а мне их реально не на что тратить пока. Ваша дочь принцесса Эсен Хэбис рождается мертвой в полночь в разгар страшной бури. Придворные мистики говорят, что это дурной знак и предрекает тяжелые времена. Так, принести коров в жертву. Давайте принести коров в жертву. Блин, жаль, нет у нас пока нет у нас. А, или есть. А почему она пишет, что она наша наследница, возраст ноль? Собираем мрамор. О, еще руинка. Ну-ка. Плавающий город. На этом пустынном побережье некогда стоял великий плавучий город. Скопление гавани, объединенных паромами, мостиками и понтонами. К сожалению, большая часть его великолепия теперь на дне морском. Глиняные островки, на которых стоял город, размылись за долгие века. На покинутом берегу все еще покоятся несколько церемориальных суденышек, но сами руины практически полностью ушли под воду. Так, можем открыть технологию навигации, либо 480 монет. Нет, давайте технологию навигации откроем. Это что вообще? По-моему, беременную можно строить. Да, но у нас пока даже на воде автоматизировать разведчиков можно и принять закон колонии, либо крепостничества. Ну, я бы цивики тратил сейчас на чудеса сначала. А не на принятие законов. Так, сейчас его надо лечить. Хотя повысить его могу. Еще его не повышаю. У меня же вообще... Как его... Амбиция на повышение как раз. Видите, даже за открытие ресурсов дают определенные... Тут 12 монет дали, тут еду какую-то дали. Ну, в общем, все идет неплохо. Я думаю, время поставить лайк этому видео и комментарий уже написать. О, герцогиня Хатшипсут родилась еще. А если видео очень нравится, то можно и стать и спонсором канала. Именно ваша поддержка вдохновляет делать новые видео. В любом случае, лайк, комментарий. Покажите, как вам это нравится. Так, открыли отлов животных. Это я могу прачников теперь строить. Буду строить. Кстати, вот думаю, наверное... Могу бесплатную беремму получить. Вот эта проблема в том, что... Видите, если я не выберу, то эта карточка пропадет навсегда. Может реально... Давайте бесплатную беремму сделаем. Так, а тут отремонтировался город, кстати. Это здорово. Но я начну, наверное, с каменоломни здесь. У нас железа дофига. Камень нам надо накапливать на чудо. Эти цивики уже есть. Нам надо 600 камня на зеккурат. Так, наверное, повышу сначала. Против племени плюс 25%. Не, я, наверное, возьму на плюс 9% шанс к критическому урону. Так, первое повышение для юнита. Так, здесь я, наверное, сделаю прачника. Он, правда, тратит камень. Слушайте, может, раз он тратит камень. Давайте щала воина. Давайте воина. Почему в этом городе? Потому что это... Кто не в курсе, как в World World все работает, здесь три раздела что-либо строить. Вот тут все строится за рост. Тут все строится за муштру. А тут все строится за соцкапитал. Так вот, так как это военный город, то тут муштра выше, чем здесь. Видите? А, нет, слушайте, в этом городе выше муштра. Но тут, наверное, из-за наместника. Тут наместник сильный. Вот. Ну и отсюда ближе к варварам будет идти. Так что настраиваем здесь юниты и идем это вот все зачищать потом. Соберем сорга. Видите, все. Вот тут конец карты, как бы. И если бы мы не поставили, что... То есть, периодически будут на меня набегать тут варвары вот с этих мест. Но если бы я это не поставил, то слишком, по-моему, лайтовое развитие было. Что бы вам не кажется. Если вот приказы... Видите, Греция начала висячие сады строить уже. Тут вот так действует система чудес. Если кто-то начал строить, то все. Но он, правда, может не достроить. Может быть, там разрушено. И тогда вы сможете построить. Так, каменоломня есть. Наверное, еще надо. Нам 600 камня надо, если мне не изменяет память. Для... Зиккурата. Да, 600 камня. А, все-таки верблюды, видите, требовался лагерь, действительно. Ну, я бы, наверное, все-таки... А, слушайте, тут нету... А здесь я могу, интересно, каменоломню строить. Засушливый равнина пустырь. А строится каменоломня на чем? Да, можно засушить. Давайте вот здесь каменоломню. Они еще влияют друг на друга, как и в шестой циве. Если у вас рядом одинакового этого, то они влияют друг на дружку. Еще можно, знаете, как вот так просто... Когда вы наводите на какое-нибудь улучшение, то вам показывает на карте, вот, на какой клетке, как будет оно выглядеть. И сколько будет давать. Упс, тут вот уже варвары, видите? Ну, вот я на эту территорию, наверное, не буду уже претендовать. Это, наверное, территория Карфагена. Мне главное вот это все вдоль Тенила забрать. Я думаю, вы понимаете, да, как что это? Вот это вот у нас северо-восток Африки, Красное море. Это вот Синайский полуостров. Гора Синай, где Моисей получит свои заветы. Скрижали с заповедями. Так, а все мы тут собрали, да? Вот лошадей можно еще собрать. Они заново восстанавливаются через некоторое время. Видите, тут опять можно собирать вот эти пшеницы. Там сколько-то ходов, оно восстанавливается. Хорошо, вот варвары ко мне не лезут пока. Персия обращается в иудаизм. И теологию и формализм приняли. Пока рановато. Это цивики на это тратят. Мне кажется, это не рановато. Укрепляют религию. Так, тут пастбище требуется. У нас еще не открыто животноводство. Давайте вот здесь ферму тогда. Камень уже плюс 16. То есть, по идее, ходов 6. А, прям, надо купить дерево. У нас дофига денег и камня будет. Ну и железо, наверное. А точно дерево вообще не будет. Потому что нету деревьев тут. И лесопилки нам не на чем строить. Нужно пока тут постоять. Этим скаутом. Вот это стреляющие юниты. Их тяжеловато будет. Надо как-то собрать армию в кулак. И сразу вот ломиться туда, зачищать все. Так, ну этого поселенца я все-таки сюда поставлю. Для начала. Оассет, минифер. Это что у нас будет? Ну и я, наверное, все-таки священников беру. Именно за счет того, что они могут на пустыне строить. И мы религию будем основывать. Я так понимаю, что это манихейство, видимо, будет. Да. И монашество мы прям сразу открываем. А монашество что дает? Возможность монастырей строить. И принять единобожие, либо многобожие. Ну, пока цивики. Принятие законов за цивики. Это 400 стоит. Кстати, а может мы пирамиды построим? Мы же за Египет играем. Но пирамиды требуют развитую культуру. Но у нас, походу, уже вот эти вуассети развиты. Ну-ка. Великий Зиккурат остался. Блин, а что, пирамиды кто-то строит, что ли? Реально. А я не видел сообщения, что пирамиды строят. Но их показывают. Если где-то начинают чудо строить, то их на карте показывают вроде как. Блин, подождите. Было сообщение, что висячие сады начали строить греки. Все. А где пирамиды? Ну ладно, у нас все равно еще... По-моему, она не... Блин, а может убрали в каком-нибудь патче пирамиды? Ну-ка. Ну вот, городские улучшения пирамиды. При примитивной культуре можно строить. А вот в начале, даже когда смотрел, его не было. Пирамид в списке. А, в каждой игре доступен лишь определенный список чудес, которые формируются случайным образом в начале игры. А, вот как тут сделал. Прикольно, кстати. То есть, у нас в начале, видите, три чудо примитивных есть. И среди них не было пирамид. Ну, жаль, конечно, играешь за Египет, пирамиды... То есть, их никто не строил. Их просто изначально не было в списке. Прикольно сделано. Так, ну, с рабочих начинаем. И у нас манихейство. Я бы сразу... А, стоит 100 цивиков. Ну, давайте подождем. А можно манихейство сделать в священной... ...государственной религии? Можно, только это стоит 400 цивиков. Так, основанный народ города Абуджо основал религию света, манихейство. Почитая мани, как последнего пророка после Будды Иисуса и Заратустры, последователи манихейства видят мир, подверженным как добрым силам Бога, так и злу дьявола. Они ищут духовные знания в этом несовершенном мире. Так, предложить их правителям встретиться со своими учеными-мужами. А почему минус дисциплина будет попросить рассказать больше об их идеях? Давайте попросить больше рассказать о своих идеях. Плюс 30 науки, это круто. Так, 496. Ну, я, наверное, хочу все-таки уже построить... Так, сейчас не время. Построить... Такого, лагерь. Так, ну и давайте еще поселимся, в общем-то. Еда есть, производство есть. Надо тут город основывать. Да, с этими варварами, конечно, проблемки будут большие. Рим начинает строительство оракула. Ну вот, поэтому нам и надо добить сейчас до 600 камней и начать строительство... Зевкурата. А пустыни... Ой, пустыни. Пирамиды тут дают... Ну, дешевле законы принимать было бы. Так, давайте, наверное, скаутом пробежим сюда смотреть. Ой. Сейчас могут навалять. Ну, вот тут бы я заканчивал ход. Да, есть... Есть еще приказы. Но ходить неохота. Честно говоря. Да, может, кстати, этот юнит повысить. Во, мастер счета. От дальнего боя. Тут вот юнит и с дальним боем. Точно-точно. Закончим ход пока. Сейчас вот двумя воинами я, наверное, уже... Ну, я этого еще апнул и, наверное, генерала там добавлю. Ай-яй-яй. Это здесь наваляют. Так, матриарх Нефертария младшая становится духовным лидером манихейства. Как у нас с семьями, кстати. Блин, ну вот хреново, что с Рамисидом минус. У нас у юнитов будет, видите, минус 5%. О, царица переходит в манихейство. Бесплатно, причем, я так понимаю. Это здорово. Талантливый независимый купец уже какое-то время разъезжает по вашей стране и ее окрестностям, останавливаясь в разных местах. Вам приходит в голову, что он еще не связан ни с какими племенами и нациями. Вы могли бы заинтересовать его в службе вашей короне. Ну да, я бы взял придворного торговца. Так, он может наместником быть. Минус одно несчастье за уровень культуры. И ферме, и роща плюс 50. Короче, его бы губером в Абуджу посадить. Просто пока мы не можем его садить губером, потому что тут не построен гарнизон. Так что нам гарнизон там нужен. Прямо 100%. Так, генерал. Минус 5% к силе. А не, слушайте, торговца можно генералом сюда назначить. Минус 5% к защите. Но я бы назначил все-таки этого олигарха. Или давайте сначала ему уровень дадим, этому юниту. Вот, мастер щита тоже. Уже тут несколько стреляющих их, так? Теперь этого парня перебрасываем сюда. Так, а гарнизон, по-моему, соседство... Соседство с одним требуется город, пышный, умеренный, прилегающий город. Или две городских клетки. Ага, значит, нам все-таки вот только здесь мы сможем его... Или здесь. Ну, здесь река, там на реке. Сюда ведем. Ну, тут у нас гарнизон будет. О, я уже зекурат могу. Нет, еще не хватает. А зекурат буду вот этим рабочим. Он достроит. Так, ну, я бы продолжал. Я бы еще воина сначала, а потом прачника. Тут надо, мне кажется, в этом городе чисто юниты клепать. Ну, что, выдвинемся уже вперед. Пускай поатакуют. Посмотрим, как больно это будет. Так, и укрепляемся. Тоже приказ стоит, но 5% к силе каждый ход. Сейчас на него пойдут, я думаю. Так, ну, а здесь надо скаута спасти. Ну-ка. Кто-то должен полезть на него, я думаю. Осирия обращается в зароастризм. Царь-консорт, самитих, любитель природы, наместник города Уассет, собирается казнить человека, который, по его заявлениям, руководил восстаниями. Однако многие в Уассете считают, что он невиновен. Просто царь-консорт, самитих, видит в нем соперника. Сторонники обвиняемого попросили нас вступиться за него. У нас есть власть отменить приказ о казни, но это определенно заденет правление города. Видите, если бы у нас царица была любительница традиций, мы бы смогли и там, и там сделать, ну, как бы на двух стульях усидеть. Но у нас либо не дело затыкать рты политическим соперникам, либо дело городских... Ну, я бы это выбрал. Тут на последнем уровне сложности очень большое несчастье. И лучше снижать несчастье в городах, чем вот оставлять хорошее отношение с мужем. Хотя у нас и так вроде мнение ноль, что можно... Так, слушайте, 90 камня требует гарнизон. Блин, может тогда Зиккурат начать уже строить лучше? А, слушайте, для Зиккурата священный город, оказывается, требовался. А я бы сейчас поставил не священников, и не было бы... Ну, давайте, короче, строить. Вот здесь Зиккурат. Недостаток камня я просто докуплю. 130 монет. А так как у нас... Видите, 11 лет. А так как у нас правитель-строитель, то я вот сейчас следующим ходом добавлю, и на самом деле он за 5 лет построится. А, слушайте, я еще вот этого могу сразу добавить. Ну-ка, он даже быстрее, чем за 5 лет. Наверное, за 3 построится. Так, рабочего мы здесь сделали. Поселенца я делаю. Ну, давайте еще рабочего. Или последователь манихейства. Давайте манихейства будем. Монастыри строить и распространять религию. Точно. Это опять же за счет того, что... Это город священников. Блин, а что не нападает никто? Обидненько. Ну, давайте генерала добавим. И попробуем этими двумя парнями следующим ходом уже там что-нибудь провернуть. Так, сюда и лечимся. Тут с варварами, конечно, проблемки. Так, бесплатную беремену получили. И опять вместо открытия лучше 200 камня получим. Бесплатных дополнительно. Так, с эти 5 лет. Добавляем 3 года. Напоминаю, что вот эти несколько строителей на одной клетке, которые ускоряют производство, только если у вас лидер-строитель. Только при нем такое возможно. Так, далеко нам до следующего... То есть мы следующее чудо сможем только при определенном уровне счастья. Вообще, я думаю, что для первой серии достаточно. Давайте тут остановимся. Расселение Египта идет очень неплохо. Уассет, Абуджу, Манифер. Менифер. Царица уже приняла манихейство и потихоньку распространяет его среди подданных. Строится великое чудо, великий Зикурат, который будет вдохновлять египтян на свершение и быть завистью для соседей. Правда, мы соседей-то особо не видим. Кажется, считается, что мы встретили персов и ассирийцев, но они фиг знает где, честно говоря. Это персы, да, ассирия... Не, подожди, это персы. Вот персы, а тут ассирийцы ближе. Да, все правильно. Так, они правильнее расположены. То есть где-то тут еще дальше, вот тут где-то Карфаген должен быть. Вот это, мне кажется, видны горы Апенинского полуострова, Италия. Где-то тут еще Греки у нас. Ну, в общем, будет и где-то Вавилон еще. Вавилон между ассирией и переглядь. Вавилон где-то вот тут должен быть, где у нас молнии. В общем, дальше будет интересно. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Большое вам спасибо за поддержку. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.